всем привет хорошего настроения дорогие единомышленники здравствуйте все зрители нашего канала давненько у меня в обзорах не участвовал один из моих любимых аппаратов sharp gf 89 89 замечательная классическая магнитола золотого века японской радиоаппаратуры которые очень на самом деле люблю вот шлась ему работа на самом деле хочу сделать небольшой обзорчик по поводу тех кассет которые я купил в эти выходные на рынке просто так бегло-бегло пробежаться вот чтобы у вас было представление что можно купить у нас в санкт-петербурге пока еще можно на знаменитом балашином рынке у метро удельная часть экспонатов вернее приобретение пополнения коллекция может показал вот и в числе всего прочего купил такую стопочку кассет по 10 рублей 10 рублей там еще кое-что можно подобрать но естественно старался выбрать такое что можно подумать хоть как-то использовать значит в частности на не очень хороших магнитофонах можно что-нибудь записать может быть даже послушать вот продавали земли там мужчинка стоял у него этих кассет было несколько сотен в основном барахло ноу-нейм я так просто поковырялся по 10 рублей течение здесь коробки конечно футляры все ужасном состоянии понятное дело насколько все лежало под дождем под снегом но кое-что из этого в общем то работает и давайте мы быстренько пробежимся сделаем такой мини обзорчик аудиокассет которые можно приобрести на этом рынке чувствую скоро их уже не будет потому что ну все на свете имеет свой конец свое начало вот поэтому по десяточке это уже остался последний мужик раньше было много сейчас уже по 20 по 50 рублей хотят за кассеты и хорошего найти даже так не хорошего более-менее сносного тяжеловато хотя попадаются и кассеты в упаковках но стоит они уже по-разному то минимум я видел 300 за какие-то там корейские вот запаяны упаковочку а так там 500 тысячи рублей нормальной кассеты давайте от слов искать к делам просто пробежимся что есть очень много кассет и спида и спи это наверное корея наверное корея давайте посмотрим что я сам так сказать на покупал нынче вот первая кассета и спи коробка футлярчик как видите прозрачность всех сторон стандартный такой футлярчик сама кассетка она прозрачная вот имеется наименование и спи 90 минут к и в 90 ну конечно лента тип 1 норму позишен type 1 прецизион кассет механизм нанесено на ней прецизионный механизм транспортировки ленты имеется ввиду ничего своего прецизионного здесь не вижу на самом деле вот а вижу я там просто вот все это прозрачно доступны для обозрения кстати хотел показать как-то в одном из обзоров я говорил что раньше кассеты при момент когда сложились батарейки у переносных портативных монитофонов кассеты перематывали карандашом и кто-то со мной спорил в комментариях что мы нельзя карандашом перемотать кассеты потому что диаметр карандаша меньше чем диаметр вот этого отверстия показывает это делается под небольшим наклоном вставляем пожалуйста довольно бодро можно пытать карандашом то что находится в кассете так ну что по поводу коробки понятно что она вся ободрана если вы конечно немножко помыть и если есть желание поизвращаться пошлифовать при помощи посты это можно привести в более-менее приличное состояние вот сама кассета как вы видите тоже имеет следы эксплуатации наклеена какая-то непонятная наклейка строительным малярным скотчем и написано bjork давайте мы аннулируем и в принципе кассета приобрела такой более-менее приличный вид у нас интересует прежде всего конечно пленка поэтому давайте мы попробуем посмотреть с вами на эту пленку а для этого сначала перемотаем ее на самое начало на эту кассетку чтобы нам понять как так сказать она у нас 4 даже мотать магнитофон не хочет хотя карандашом моталась до довольно вот эти кассеты имеют скажем такую тенденцию находясь в влажных условиях пленка там разбухает прилипает к боковинам нормальной аппаратуре их крутить это конечно садизм и извращение вперед как вы видите мотает более-менее а вот назад мотать она не хочет то есть карандашом это делать мне хотелось бы так бывает что магнитофон в одну сторону мотает лучше чем в другую если мы сделаем вот так увидим что да это конечно насилие над лента протяжным механизмом вот ладно я умею учинить но в общем то никому не посоветую для перемотки пользоваться более-менее приличной аппаратурой и так мы перемотали кассету на начало что же мы видим здесь с вами значит пленка который с которой начинается воспроизведение она прозрачная здесь чистящие ленты в этой кассете нету в сонках во многих других такая шероховатая белая чистящая лента она перед началом воспроизведения у нас чистит головку здесь же у нас просто прозрачная как типа паракордная лента вот обозначено начало место склейки здесь если вам видно а прижимная подушечка здесь у нас более-менее нормально и даже почти не загрязнена что написано записано на река сети мы с вами не знаем судя по надписи здесь пост 95 и гомогенс 97 я эти группы не знаю может они там и записаны вот тут даже указано наименование некоторых песен которые на ней якобы есть ну давайте попробуем так не помню в какую сторону воспроизводит до хотелось посмотреть на состояние пленки так вот здесь значит у нас да ну мы видим что пленка в самом начале после ракордной ленты скажем так не великолепном далеко состоянии не великолепном есть помятости потертости и так далее и тому подобное как видно не видно не видно сейчас попробую света дать чтобы увеличение какое-то было видно да вот замятая зажженная поджим то есть ну хорош запись на ней в общем-то не получится в определении уже пленка с такого светло-коричневого света сама по себе пока что она неплохая насколько я помню такие но сколько бы мы не мотали мы видим здесь в общем-то везде есть потертости замятости и тому подобное уже прилегание головкам будет неплотным сто процентов неплотная будет прилегание головки этой вот пленочки и качественную запись мы здесь разумеется не получим не получит но это не самое страшное кассеты когда вот долго хранятся в одном положении допустим до половины перемотана пленка так сказать вот здесь здесь она в рулоне здесь на рулоне а вот на этом участке она находится в свободном состоянии натянутом она от воздействия различных температурных факторов обычно принимает такую форму корытообразную или вогнутую в сечении или вогнутую или выпуклую и вот это уже хуже один канал при этом тогда не прописывается вообще никак частоты пропадают для монофонических отечественных магнитофонов принципе такая кассета пойдет но стерео там что-то записать уже становится мало реально так что у нас на этом на этом и и спи написано как это мы наконец поставили давайте мы поставим на начало так передаем мотает у нас как и все время как и что что и где так так как включить мофон то думаете если какие-то упадочные песни ненавижу такую музыку ни о чем и еще какую-то мрачную такую но это возможно что-то из этих замечательных групп пост или гамма денег понятно что слушать это я не буду ни при каких обстоятельствах ну качество записи довольно неплохое вот как вы слышите то есть принципе да частотная составляющая присутствует а мы попробуем записать что это надо кассета как она будет писать 1 1 1 2 3 левый канал правый канал правый канал 1 2 3 левый канал 1 2 3 4 5 пишем сейчас на собственные микрофоны этого аппарата и мы сейчас с вами попробуем посмотреть и проверить как она записывается и насколько хорошо прописываются каналы вот допустим левый вот правый ну что посмотрим так будет ли он назад мотать 5 5 5 5 такой я вообще негодяй слушайте такая негодяй кровью вливается нельзя не хочется мотать назад эту кассету хотя если мы перемотаем и пару раз туда обратно то она соответственно будет поживее раз 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 два три левый канал правый канал правый канал 1 2 3 левый канал 1 2 3 4 5 пишем сейчас на собственные микрофон и этого аппарата и мы сейчас попробуем посмотреть и проверить как она записывается и насколько хорошо уже прописываются каналы вот допустим левый ну как-то она пишет скажем так посмотрим что на другой стороне у этой кассеты вероятно такая же чудесная музыка запись похоже такая полустудийная качество неплохое качество неплохое но сути содержание конечно можно слушать этот бред великие произведения искусством так отложим эту кассету и перейдем к следующим дальше я взял кассетку в такой тоже конечно потертой коробочки футлярчики чем она не привлекла кассету просто не видел никогда потому что она имеет наклейку с названием ватсон или вэтсон как это читается да ну да не знаю что это скорее всего просто какая-то кассета ноунейм вот и тут ничего об они не сказано просто наклеили наклеечка ватсон ватсон фр россии 90 не тип пленки ничего прозрачная к этому ноем его кассета да зря я взял разборная на серебристых винтиках тоже никакой ракорные ленты как бы не присутствует тоже просто прозрачная пленка и соответственно здесь немножко другой тип лентам более темный такой темно-коричневый в отличие от светло-коричневая которая была у нас на и спину и спи конечно кассеты вот здесь видите пленка по цвету отличается то есть другой состав ферромагнитного порошка которого покрыта вот и написано на ней грубо маркером рэп ну вероятно этот рэп и состояние пленки ну тоже такое потерто помято в принципе не лучше не хуже чем на вот этой кассете по десяти шкале но я думаю что я пленочки на троечку не позисти бальной колену послушаем рэп и пленка просто это вот как записано я голодный как зверь ты мне в этом поверь не хотите вы видеть таких вот потерь печальная песня про пустой холодильник мотает вперед по крайней мере пободрее назад 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 тоже не очень хорошо хочет мотать знать если у тебя промотать вперед допустим она я думаю пленка слиплась от долгого хранения поэтому перематывать ее лучше ну что десятилетиями никто не включал на перемотку поэтому перематывать делаешь на коне специально для этого приспособленном дешманском магнитофоне лентопротяг которого нам совершенно не жалко и про после двух-трех перемоток туда-сюда это кассета должна заработать хоть как-то сейчас мы мотаем вот сейчас мы мотаем чисто для того чтобы посмотреть что у нас на середке этой кассеты дать поглядим состояние пленочки да вот здесь кстати не знаю видно вам или нет тут такая характерный дефект пленки характерный вот этот окно по свету четко посередине как бы пленки идет такая как бы к излом борозда вот это конечно очень отвратительно это уже ни о каком качестве записи здесь говорить невозможно только моно только для отечественных магнитофонов на всей кассете этот замечательный рэп я так полагаю запись сериум да вероятно всюду это но не указано что это за группа такая замечательная какой-то наш может самодеятельный рэп такие практически коробки были раньше у кого отечественных кассет футлярчики есть тоже потёртенький но он хоть попрощнее вот эти уж какие-то совсем дохлые были футляры полностью прозрачные листку более солидный просто смотреть изменится ли что-нибудь в однозначно должно измениться после переводки и хотя бы наполовину дам с точки зрения перемотки назад так пленочка у нас так и идет по всей своей длине вот с этим изломом посередине не знаю видно вам или нет то есть это а не есть гуд есть айс ну вот уже после переводки такой наполовину надо стало конечно пободреть но это не говорит совершенно о том что нам нужно пользоваться в качестве первой перемотки именно лентопротягом вот этого магнитофона надо что-нибудь попроще интересно аранжировка вот будем пробовать на запись эту коричневую более темно-коричневую пленку давайте попробуем раз 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 два три раз два три 4 5 5 4 3 2 1 проверка записи левый канал проверка записи правый канал на кассете ватсон на кассете ватсон пробуем записать через штатные микрофоны нашей магнитолы sharp 89 89 левый канал правый канал так ну что делаем перемотку до нуля и и посмотрим что получилось раз 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 два три раз два три 4 5 5 4 3 2 1 проверка записи левый канал проверка записи правый канал на кассете ватсон на кассете ватсон пробуем записать через штатные микрофоны это рус работал когда я думал микрофон обратили внимание сразу понизил вроде но все пишут неплохо чем сказать не самая плохая кассета и даже стерео варианте она записалась достаточно будем считать что ватсон как-то так вот следующая кассета нашей так сказать покупки вот такая белая коробочка интересная тоже довольно качественная написано нормал позишн хайп прецизивен механизм компакт кассета 60 и 60-минутная вся какая интересная кассета фирма производительный указано будет считать что это кассета ноунейм ноунейм а нет извините обманывая вас коробка вид не от нее потому что эта кассетка соника 60 смотрите довольно неплохая соника 60 светло-коричневая пленка кстати пленочка в очень приличном сохраним вообще нет помятости нет потертостей то есть вот эта кассетку удачные я думаю можно использовать даже на подобного типа аппаратах она не такая интересная наклеечка если песни петь хотите караоке пригласите на бана праздник день рождения свадьбу или банкет супер караоке развлечений для всех вот для связи пейджер вы представляете кассета со времен конечно пейджеры были используем 346 15 00 и даже абонент 33 177 евгений обалдеть какие же это года на не знаю 80 я полагаю конец восьмидесятых начала 90 до какой-то номер 33 21 изображен на хотите а ну-ка давай-ка так мотает вперед неплохо мотает назад ну тоже надо перемотать пленка слепается от времени в роли то есть просто 1 2 перемотка должна прийти в себя и что же на этой кассете у нас есть я тюжин коней под капот я запрятал а прадед везде успевал на одном свечу куда-то я деньгинской и все равно я деньгинской стон мед важнейших деньгинской опаздываю разом а по ночам не снится конь ко мне приходит рыжий конь в лицо мне дышит рыжий конь косит лиловым глазом потесно действительно записано какое-то караоке на этой кассете видимо кто-то пел не знаю это сервис был какой-то поешь караоке тебя в это время записывают и кассета потом тебе презентуют но я могу только предположить пока что да прикольно прикольно и записано неплохо ух но глаза без глянул я не весь не глянул и среди бесполния прямо надо мною гром труб перенял и сверху наполния уеду срочно из этих мест где черемуки безбелые где грозья пенные и и и откровенные да за двое ха ха классно я пожалуй эту кассету захороню это любитель миши боярского тут пел видать под караоке да и записывал себя ну довольно такой неплохой голос у парня чего правда за что он мишу боярского любит обе песни этого боярского ненавижу его жопали за блин мушкетер хренов вот ладно а на второй стороне цветы я для вас уже спел эту песню как она вам понравилась нет а сейчас а сейчас спою вам песню которая называется любимый мой дворик слова и музыка Виктора Резникова видимо как это лифт концерт караоке класс а это видимо приглашенный на свадьбу просто человек поет хе 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 к любому из нас приходит тот час когда стоит подвести итог и понять что детство срок увы и стек ты дворик меня прости что дальние ждут пути за меня никто не сможет их пройти увижу во сне класс шикардос оставлю Евгения пусть поет на этой кассете как-нибудь послушаю целиком ладно следующая кассетка тоже Сонька вот ну какая-то странная она в прозрачном таком стандартном футляре DM 8698 на ней написано кассета Sony сайт эй сколько минут сколько чего наверное какая-то фейковая Sony что-то я сомневаюсь что такие соньки были Sony ноунейм класс ничего ни типа ленты ни продолжительности так судя по виду наверное минут 90 все-таки вот и пленка здесь какая-то ну вот здесь правда смотрите вот здесь вот с чистящим и ракордом вот если мы немножечко как она плохо мотается вот вначале она находится зеленовато такая и беловато хотя нет ее мало мало по количеству вот это уже конец кассеты как правило должно быть побольше вот этой чистящей пленки которая перед воспроизведением чистит головку немножечко а дальше идет опять прозрачная и темно-коричневая такая пленочка ну такого среднего состояния по десятибалльной шкале наверно на четверочку а может на пятерочку даже есть помятости но немного что здесь где как непонятно да послушаем дим что такое дима я не знаю 86 98 но судя по началу тоже какая-то упадочная музыка не любит не тарком бенз чёрта какая-то поиск не работает по причине того что опять-таки перемотка плохая хотел включить поиск по паузам но это здесь бесполезно так-то еле мотает все пленки говорю надо перематывать все они слипшиеся поэтому сильно много мотать не буду зря эту магнитолу взял надо больше попроще так и вот здесь а все извините здесь уже такая же беда вот мы смотрим подальше и видим как бы конкретно вот просто замята замята четко ну не посередине а вот ближе к верхнему краю пленки идет такая полоса замятости на ленте то есть хорошие записи здесь мы уже однозначно не получим вот в процессе эксплуатации на плохих лентопротяжных механизмах или может автомобильные так сказать магнитоле вот такие вот чаще повреждения пленки про происходят ну судьба этой кассеты занимается одна или на помоечку или слушать на абсолютно отстойных монофонических аппаратах хотя вот эта существующая запись там воспроизводится вроде ничем да и но и 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 так не мой так пободрее на старой стороне ну вот как то так то есть это соника скажем так несмотря на свое гордое имя себя не оправдала смотрим дальше вот люблю такие кассеты ах тоже в прозрачном футляре наверно не своем sony и f90 tape one normal position normal normal bios 120 микросекунд время коррекции такие я помню до в 90-х годах даже можно было купить в магазине опять же не написано что она не записана первая сторона и этикетка первой стороны бы более-менее прилично я считаю что немножко отлипла здесь а 2 печально здесь что-то типа плесени вот это я не заметил когда ну хотя все бы взял что там пленочка так вроде на внешний вид знаете не еще так по десятибалльной шкале сейчас покрутим немножко день шестерочка по состоянию то есть я здесь не вижу явных таких потертости вот этой корытообразности нету да и собственно говоря их либо иных повреждений все эти кассеты они никто не плохие ну чтоб для диапазон сразу чувствуется гораздо шире чем на все вот этом барахле который мы с вами только что прослушали такой более богатый звук шире гораздо какие-то сонина стоять даже послушайте полезного там на ней найдем скрытый звук а и 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 ну что ж даже пока не буду не пытаться писать я уверен что пишется на ней неплохо этот кассет мы положим разряд более-менее приличных месяц заведем два подраздела здесь будет как а здесь то что очень можно послушать следующий кассетка я очень надоел конечно называется она у нас я такие слова не знаю саинан супер new а даже new супер новый суп а зато made in корея хотя бы не ноуны и дамы один корея кассеточка каким-то таким z zoro 90 минут соенном пленочка вот здесь корытообразность прослеживается небольшая корыто вогнутая как бы волну вовнутрь не выпуклая наружу а вогнутая во внутрь кассеты есть но это может быть только на том месте которое было подвергнуто усыханию и прочим воздействия к пока кассета отлежала не перемотанная сейчас глядим так особых потертости помятости я не вижу ну пленочка тогда тоже на шестерку на третий носить если не на семерку сохран со собой пленки достаточно достаточно уношающей надежды на этом соенание даже номер какой-то набит корпус кассеты просто залапан чистыми руками вот а футляре даже сохранить посмотрите наклеечки какая прелесть на этот соеном самоклеящиеся бумажки правда они не глянцы шероховатые и вот он этикеточка все-таки так как были какой-никакой аган бренд цена что у нас на этом соенание интересно написано а ничего похоже на нем не записано вообще что ли новая мотает так приличненько в обе стороны в обе пока только перевод запрещен смотрел за похуже ну но мотает в отличие от всех остальных то есть несмотря на слипшуюся пленочку так другой стороны этого соенана тоже пустота 3 челли вам пустота чистая кассета досталась ни разу похоже не записанная если мы включим шума шума до в долге попробуем что не записать не дать попробуем ради интереса раз два три 4 5 6 7 8 9 10 запись на кассету 0 запись на кассету соенана если я правильно читаю это имя южно-корейская на все таки ну явно не северо-корейское производство ручка пока цена соенан пишем на кассетку соенан с использованием систему шума понижения у нас долби н.р. здесь вот тип пленки нормал два варианта нормал либо металл странно нет хрома вот и проверяем уровень записи левый канал правый канал левый канал правый канал и так на оба канала проверка записи на кассету соенан стоп так батарейка у меня садится в телефоне вот что 4 5 6 7 8 9 10 запись на кассету запись на кассету соенан если я правильно читаю это имя южно-корейская на все таки ну явно не северо-корейская производство ручка пока цена соенан пишем на кассетку соенан с использованием систему шума понижения у нас долби н.р. здесь вот тип пленки нормал два варианта нормал либо металл странно нет хрома вот и проверяем уровень записи левый канал кайфово мне нравится очень хорошо на этот сынан зря на ней стебался пишет довольно прилично и как бы мы конечно положим вариант неплохих кассет можно даже на это использовать вот ладно что-то я затянул этот обзор на самом деле быстро пробежимся вот еще такая совершенно негодная думаю кассета тоже сильно по кофе еще разваливающиеся коробочки которую надо мыть мыть или выкинуть и не париться вот такая какая-то неуклюжая нелепая кассета купил потому что как бы не знал какую-то же фирму этикетка вся такая неровная бугристая отлилась и вейт если я прочит и white normal by a 120 кресеку хотя бы написано салан 90 минут криво наклеенные этикетки болты какие-то вам болты не зажавели даже что-то там о господи какой кошмар и посмотрите внутри кассета находится какая-то безобразие бумаги что это я вот ее сейчас прямо так то даже вытащил она скорее всего на ждут углах нету разбита нету вам маме я просто дни языку и и илье white на хоть крутится 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 с трудом но крутится пленка кстати сохран такой довольно неплохой неплохой только вытягиваем и смотрим на я не вижу корыто и помятости она ради интереса поставить прости шар прослушивается детонация но это может не из-за кассета из-за того аппарата на которым я записывали это дворовая интересно можно быть на самом деле послушать даже на каком-нибудь магнитофоне который не жалко скрипит при перемотке ну такая скажем так мк 60 реинкарнации и и его и эйда забыл шумодав отключить хотя на первой стороне запись вроде ничего такого вот к этой этикеточка варке покупали 90-е годы кассеты здесь цена была написана ладно это у нас идет разумеется в правую стопку кассеты не очень вот следующая коника написано ну да и коробка как бы такая какая потерта ну качественно открывается закрывается коника xr-1 90 тейп 1 normal position вот кассета даже с трещиной на корпусе винты слегка подржавели вот здесь вот явно нормально чистящая пленочка видна как бы до ракорт но вот здесь выломана одна из перегородок на кассете что бывало частенько в автомобильных магнитолах так состояние пленочки ну троечка троечка конечно при десятибалльной шкале вам четверочка помятости меньше корыто не вижу корытообразности и полоска которая посередине идет здесь вроде так особо не прослежит хотя вот здесь местами заметы края от пленки самой что говорит о том что она эксплуатировалась в рентопротяжный механизм и который заминал края у этой пленки вот особенно этот верхний край да есть тоже качество записи однозначно уже не будет не будет вперед мотаем назад наверно так из пень колоду после перемотка так что у нас внутри да вот здесь уже середины не середины даже пленки очень очень сильно замят этот край на видовом или нет в данный момент нижний край очень сильно он замят сейчас попробую перемотки может понятно будет вообще не ровный идет совершенно замят испорчен до пленочка никудышная вся 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 такая жутковатая 10 рублей за конеку да там к темно-темно-коричневая легенды диска должна на 80-х годов то ладно положим ее в правую стопку пусть вот такие кассетки попадаются я таки люблю опять-таки sony но уже 90 минуточка робко ни о чем треснутая плохая может не от нее да так сказать а кассета сама вполне приличная синими точками вот эта сонька sony tape one normal position sony и f вот здесь у нас чистящая пленочка такая полупрозрачная и она присутствует то есть чистящий ракорд да как вот и на той кстати sony которую я забакланил перед этим да сначала идет зелененькая потом чистящая матовая пленка и светло-коричневая он сохран а нет дальше пошла какая-то не очень вот так где-то баллов на 6 баллов на 6 я помятость видно только при движении пленки когда я останавливаю видно что корытообразности нету повреждений таких как бы замятых краев я тоже не вижу какие-то так сказать неровности но они не критичные без без заломов без изгибов без таких скорее всего последствий если жалости я думаю это кассета в принципе еще такая вполне идет мотает так ну довольно напряжение 90 минут и рулон слившийся записано какая-то пурган непонятно а честно чем про какой-то город чтобы это могло быть не знаю но не думаю что это запись представляет какую-то историческую историко-культурную скажем так ценность более судя по ее уровню что-то такое туристически познавательно было на стороне эй а что у нас на стороне бим на стороне бим у нас нет ничего вероятно потому что потому что молчок ну кассета неплохая то есть я думаю в принципе она заслужила право находиться в левой стопке можно мы на нее что не запишем коробочку вы еще прилично вот такая сонька вполне вполне чем сказать своих 10 рублей то что она стоит ну дальше пошли всякие ракс и которые я не знаю зачем я взял 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 вот она правда тоже видите с чистящей ленты вначале корпус вроде ничего только залапанный 90-минутная кассета ракс ты план разумеется нормал позишнена ракс это по моему тоже не корее никому не понял явно на период мотаем и ты явно не первая записи с чего-то перезаписывалось так что у нас с пленочкой на этой кассе о какая она полупро вообще обалденно рексовская или раксовская пленка вы знаете ее просматривается даже прижимная подушечка состояние пленки кстати очень даже вполне на семерочку точно тянет вообще не изломов не заметь и ничего и вот за столько интересное полупрозрачных врач внимания не обращал что реально через пленку видно прижимную подушку такой тонкий слой что нанесет всего-то ферромагнитного слоя ну чтож неплохая кассета что-то такое типа new wave новая волна там диска не низко до 50 конец начала 90-х может и конец 90 нормально впечатлило пусть будет в левой стопке пока на середину наполовину вот эти реки он замечательный кассеты люблю эти детей или т.д.к. как их называют динамик кассет лаун айс х аут у твоего его и сок все по написано но она как бы да они заслуживают этого как бы на а вот здесь вот мы явно вот видим вогнутая корыто по пленке так пленка вроде ничего но вот эта корыто вогнутый вовнутрь это наверно только вот здесь на этом участке который да да совершенно правильно только на том участке который был вот здесь натянут то есть так пленочка в принципе неплоха неплоха семь или восемь баллов родная этикетка вот кассеты коробка возможно тоже сохрану вроде неплохой вот идите и тут значит написано иегова формирует тебя часть 2 и приближайся к иегове о как на торце написано игорь тальков так интересно иегова или игорь тальков здесь самому стало интересно я люблю кассетки девяносточки запись никакая это тальков или иегова как вы думаете догадайтесь трех попыток мой вот и не дольков и не иегова какая-то мотает неплохо в обратную сторону обратную похуже до протяги что-то надо будет посмотреть в обратку мотается на хуже чем вперед ну в общем не знаю явно это не не тальков его вряд ли положен все-таки влево приличную стопочку дальше с к с а нет до с к с вы такая расколотая коробка тут вся ни о чем да и сама кассета как а какая разбитая разбитая кассета с крест какой-то дурацкой наклейки речь вот речь брежнева наверно на 26 съезде кпсс вот zz tor что-то тут написано или именно иллюминейт блин но это конечно же все труп можно из нее там пленочка только взять куда-нибудь в другие кинька сервис для пленочка то тоже по 10 балки пока была на троечку не дашь вроде приличная пошла пусть и но можно есть мне если захочется превращаться если в какие кассеты пленку переставить весело на треснуто эти вылетел кусок корпуса ну знаете мотает с учетом залипшись и пленки в рулоне все кассеты почти по пальцам обратили внимание перемотанную на начало или хотя бы на начало одной из сторон деле 3 только были на середине вот наше родное отечественное и склонная русская не знали они в чате на графике кассет попадаются довольно интересные вещи редкие там кинь записи но я не думаю что здесь вряд ли а вдруг чем кто не шутит это другой вот да здесь на пленочке все-таки вот мы наблюдаем вот эту самую так сказать борозду продольная излом ясно это вот чаще всего горю бывает использование аудиокассет в автомобильных магнитолах правая однозначно стороны осталось 4 кассеты досмотрим нет бэм 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 hf sony hf 90 минут правда что ли sony 90 минут на ну какая-то настолько убого оформлены с бумажными наклейками одна из которых отклеивается sony hf интересно правда sony или фейк sony коробка совсем такая затертая уже матовая практически made in е си как это и и си что такое не помню что ты сделала в есть и в каком-то сборник хитов 2 sony надо же смотрите фабрично напечатали на принтере не было на принтере сборник хитов позиция normal и st tape fan ты ты студия студия лазерная звукозаписи вот это сабрично напечатанным северная пальмира санкт-петербург сборник хитов интересно этикетка на напечатано вроде фабрично вот то что на ней наклеена я не кажется таки это фейк какой-то взяли кассету но он им сделал из нее sony нет хотя вот зеленый раккорд потом а потом идет прозрачная лента вряд ли она чистящая наверно все-таки фейк и черная почти почти черная очень темная пленка в ней такая с помятостями с потертостями подушечка не четко более-менее чистым а великая гармонь жевала где-то это жевала где-то эту кассету какой-то метафон и советский его попросил пожевать до вперед а не мотает ну это вряд ли хиты конечно это скорее какие-то English lessons в уроке английского языка на кассетах работает поиск по паузам песни понятно с этой кассеты ясность есть по крайней мере на стороне бит English lessons а на стороне эй вообще тишина она даже назад мотает довольно неплохо то есть как бы в принципе даже как колеблюсь какой дом левой или правой стопки эту кассету отнести хендер же ну шучу конечно какая к черту левая с такими пленками вот лана эта сторона пустая то есть видать на одной стороне английский lessons а на другой ничем так еще одна кассетка СКС ЛХ танцы школы на ней написано вот здесь явно картообразная вовнутрь пленочка но это опять же только на том участке которая подвергалась воздействию внешней среды а так в середочке она вроде ничего но имеется вот эта борозда чуть не сказал стронгуляционная да борозда самоубийство кассеты то есть тоже видимо с автомобильной магнитолы танцы школы танцы школы какой школы какой танцы послушаем какой-то ужас какой-то качественных записи глухая только на правый канал кассета такая запись такая кто нас это что ли танцы школы какой школа хочу проверить кассета или запись что здесь так плохо 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 проверка записи на кассету СКС 90 минутную на которой написано танцы школы сейчас мы с вами проверяем насколько хорошо она пропишется это без шумодава без шумодава левый канал правый канал так без шумодава пишем на кассету СКС теперь влюблю шумодав долби н.р. итак отсюда пошел шумодав долби н.р. пишем на кассету СКС пишем на кассету СКС и проверим сейчас что на нее записалось и с каким качеством говорю с такой с низкой громкостью стоп 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 проверка записи на кассету СКС 90 минутную на которой написано танцы школы сейчас мы с вами проверяем насколько хорошо она пропишется это без шумодава без шумодава пишем на кассету СКС и проверим сейчас что на нее записалось и с каким качеством говорю с такой с низкой громкости стоп вполне неплохо и я готов даже а вот здесь вот уже это бы раздаст пленки исчезла шумодава кстати качество значительно повышается записи вот что интересно все однозначно левая половина хорошая стопка а вот еще такой рэкс да у нас есть интересная кассета я сейчас на половину корпус матовый такой наполовину блестящий прозрачный с x90 выглядит так солидно вот и вот такая хорошая пленочка тут вот светло-коричневая сама пленка тоже в состоянии вполне приличном вот она мне уже нравится 90 минут на рэкс или ракс и тут написано что что в что был на ярлыке они непонятно выцвела а также тут руки написаны якобы песня а то что надо гуру 7000 землей я то что надо почему вверх вниз сержант не спешить девушка с числом далее мафия про ныра восточный базар кроссворд лучший наш клиент ходит вам групп телевизор лучше наш клиентом по ресторан все есть у сулеймана ну да как неужели правда записывать прикольные кстати команды в середине 80 даже начало 80-х годов да ну мотаем это тягомотина запись ужасная кстати не верю что на такой кассете на специально какой-то какашки полная бурган и что классическое простите меня серого люблю классику я не могу это кофе стали с телевизора через микрофон мг-201 вообще это должна запись на этой кассете выглядеть вот так так раз два три 4 5 раз два три 4 5 проверка записи на кассету ракс с x90 ракс с x90 пока пишем без шумодава а вот сейчас мы включим шумодав dolby nr и так раз два три мотор с этого момента мы записываем шумодава шумодава dolby nr на кассету ракс с x90 на которой до этого была записана в ужасном качестве некая классическая музыка но теперь посмотрим что у нас получилось да назад она мотать не очень хочет хотя нет шевелилась что говорит о неплохом качестве даже слипшейся так сказать пленки раз два три 4 5 раз два три 4 5 проверка записи на кассету ракс с x90 ракс с x90 пока пишем без шумодава а вот сейчас мы включим шумодав dolby nr и так раз два три мотор с этого момента мы записываем шумодава шумодава dolby nr на кассету ракс с x90 умол гораздо который до этого была записана в ужасном качестве некая классическая музыка но теперь посмотрим что у нас получилось жаль что здесь нет телевизора телевизор же по моему поет все вещи сулимана в них тебя нельзя узнать в них тебя нельзя да и сзади какая-то тоже непонятка очень хорошо мотается во вторую сторону в обратку несмотря на слившуюся я думаю все таки ленту что значит качественная кассета что-то такое самодеятельное судя по всему записано на господа как вы считаете это зимный город и были все удивлены тем что я такой я танцевал оба в жару и холод весь этот танец я люблю как никакой другой пресс там план ставим а так в принципе можно что-то на нее даже записать однозначно левая стопка хороших кассеты наконец последние вот такой интересный футляре написано наутилус помпилиус черно-белая к этой этикетка без права продажи в москве и московской области то есть только для провинции да а котят кстати детей кстати 2 из этой пачки хронология восемнадцатого века хроник оправлений написано на наклеены самоклеющимся и социальная борьба в восемнадцатом веке уж на чеки полезные познавательные кассеты пора падать кстати на эти детей ки такая же полупрозрачная пленка через которую видно подушку прижимную как до этого была на кассете помните какой я тоже не помню то есть тоже такая полупрозрачная в очень хороших охране хочу сказать а нет местами попадаются замятости но явно что ее в машине не слушали этой борозды по пленке нету мотается вроде неплохо состояние такое кассета в общем целом неплохое пленка перевернута с одной стороны на другую здесь не поймешь где какая сторона они тут замятости вижу на пленочке попадаются и все-таки борозда есть какие какие-то да 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 где же бедную так слушаем держите тебя бедную так носила перевернута полную пленка бывает такая беда здесь вообще ничего не слышно сейчас убедимся в том перевернута или нет раз два три четыре пять пять четыре три два раз проверка записи на кассету детей ф е а она еще 60 минут кстати не 90 минут интересно и интересно какая-то интересная такая вот такая вот такая вот такая вот такая вот такая вот сейчас посмотрим что у нас это было так стоп так назад она тоже мотает что есть минутка все-таки 1 2 3 4 5 5 4 3 2 раза нет не перевернута кассета детей ф е а она еще 60 минут кстати не 90 минут интересно какая эти детей к и f 60 минут полагаешься ты должна быть нормал позиция сейчас посмотрим что у нас это было так что так ну что вот в принципе как бы я думаю можно даже даудись пленочку же получше пошла излома этого не стало да пусть идет в левую стопку и так какой у нас счет закупленным кассетам значит неважных у нас 1 2 3 4 5 6 7 а более-менее приличных 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 из 16 приличных кассет которые можно по крайней мере понятно что в хай-энд мы их совать не будем хотя тут есть одна из них которую можно и в нормальную поставить